и вот друзья мы продолжаем увидеть красивые кадры с дрона шикарные места мы сейчас выходим вот этот пирс такой павел слушай-ка ты скажешь в австралии жила скажи как в австралии жизнь почти будешь в австралии жизнь классная но опасная в смысле что австралия самый опасный континент считается на земле вот потому что там и пауки и змеи ядовитые есть больших и небольших размеров это во многих местах тебя нельзя нельзя ходить в общем с открытой обуви он члепка и так далее для шлепки запрещены до везде но в некоторых не нет в некоторых где-то может мы как бы на свой страх и риск но и как бы это более закрытого чтобы избежать этого всего вы ему так живешь и там в принципе течение дня есть лишь на пер там 10 или 15 полетов вертолета вокруг насквозь город ну как бы самой чё-то другую это нормально пушки кому-то просто на в течение там 10-15 20 минут вести антидот либо он может как бы двинуть кони да да очень легко даже так это прямо летает в ротолетах медицинский медицинский она пушка на скорой на на колесах не успеть да да уж она пробраться на быстро это все сделать так далее но это вот тогда так было и климат конечно здорово классный шипа раз в австралии если у нас идешь на пер там кассовому аппарату в супермаркете с вещами у нас там жевательные резинки какие-то не знаю там сигареты еще что про это там же на полках что презерватива не крем для загара а крем для загара там там очень активное солнце и там в принципе крема начинается от 30 ты лишь 30 35 40 50 плюс и даже 60 есть пишутся к этому жара такая да да там жара активное солнце не помню там типа туалет амазоновые дыры надо строить или еще что ну в общем там надо постоянно мазаться крему его друзья мы дошли смотрите как шикарно здесь вообще вышли на такой пирс скажем искусственного сделали просто вообще здесь конечно вид просто обалденный дома видны у спасибо слушай конечно виды здесь я даже какой-то пожалуйста сюда рад классы не господом у вас был почти до буквально до сайте вайли есть казино она прямо даже есть даже мусору и третьего седания так много их вот у вайли есть в копенгагене есть это будет здесь все-таки много богатых людей живет но добавляю сюда город престижный да ты куда входит в топ-5 точно не в топ-3 городов дании что в австралии что еще могу сказать там конечно правостороннее движение левосторонняя руль с другой стороны справа да ну да да необычно да вот но так народ живет что большом признак приходишь магазин там упаковки молока меньше полтора литровый нету а вот здесь полтора четыре литра и по тогда берешь норма там хлопьями пирта в европе сока не там 300 600 грамм там типа полтора килограмма два с половиной а все бы там большие объем это народ ничего себе не отказывает ни в чем не париться там экологика бы есть но она адекватная там нет такого то что там надо есть меньше там еще что-то на рот как бы живет на на широкую ногу в этом плане но в плане продуктов там просто получается они делают продукты больше больше веса если берут больше цену зато у тебя нет другого выбора меньше это не продаются маленьких а вот тогда это народ кого берет больше даром приезжаешь в магазин там и корзинки большего размера ну если ты берешь это корзину ты ждешь хочешь того набрать того и того вот и набираешь допустим там упаковку там упаковку на там хочется молока такого-то хочется молока андер без лактозы уже двери уже как бы там по от 2 литра или минимум полтора литра вот слушать не портите все делать молоко да нет нет как бы нормально рот используют шоколадки на перу нас напомню сок нас обычная плитка шоколадки 190 грамм номер 290 грамм сразу да да про много больше вот тоже толстеет да так сильно где-то толстеет где-то нет пуши со мной солнце это на двигаться чтобы выжить и плюс тена основа быть скажем так заменяемым большую часть жизни пушит прям первым я был случай я пришел домой а у меня на стене рядом где я сплю вот такой-то рампу углу с руку с мою руку ну и собственно как бы какие мои действия я собрался вещи закрыл комнату подложил где-то вешал не дай бог не выполз что пытаться там что-то или гадать там укусит не укусит будет там что-нибудь я не хотел пробовать за страховку все там было но сонка по просто оказался потом паук когда приехали приехали ну да либо службу либо там сам левого там соседа кто это знает что это паук который охотится на птиц он в общем забирается на дерево видит птица внизу прыгает на нее и кусает я все дела и все поэтому я думал ну я не птицы я покупнее калибр но можно тоже кушать захочется и он будет что-то предпринимать поэтому я его залез вообще из каких-то щели что ли как-то да да залезают поэтому там везде в австралии к ты живешь у тебя двойная дверь еще дверь первая к откроешь и вторая дверь москитная специальная сетка стоит чтобы нет но ничего не залетела ничего не заползло но опять же ты идешь на первых туалет ты поднимаешь сидушку и смотришь что там не было змеи это тоже обычно внутри да прям там дайвка ты там придешь по большому делу серьезному там как бы надо смотреть в оба на посмотреть что там вот внизу где пан паша скажи что про австралию давай лишь год почти там жил да да и вообще вот как там почетом жилье снимал это какие годы были это 2008 год а восьмой год еще до 2008 год это чувствовать рейс да да учился и вот же там год получать там по обмену вода по обмену опыта и собственно там жил как же добираться далеко чистого лета там было по 24 25 часов ценик соответственно хороший да ценник да еще тогда короче подскочила нефть до рекордных 140 там долларов чем-то за баррель вообще попросите под еще доплатите там 300 или 400 евро сверху забелел просто до билет очень вышел если скажу по полу две с половиной или три тысячи евро потом когда он упал я уже собрался по типу это сейчас обратно же саму это нет мы типа не возвращаем берут на запас типа обратно уже никак мне не там здорово и такое впечатление наши такая сидишь это там это место с динатом условия там экономить или пуша там ты не так часто может побывать по долго добираться и по-любому там уже даже потом все это тоже цены растут там тоже да конечно ну я там по максимально я там на вертолете летал и на большой барьерный риф плавал туда еще я там сделала там такое конечно место не зря они там довольно жесткое эпидемическое вообще в целом заехать трудно то нельзя с тобой ничего есть и не бананов вообще ну ничего из еды вообще с собой ничего не забрать обозиму то что приезжаешь в австралию ты выходишь из самолета идете в холл ты берешь свой чемодан потом в большом холле все стоят рядом со своим чемоданом в линию и мимо вас проходят две собаки нюхают на все на еду на орешки ну нет даже просто вы там не бананов нельзя не хлеба вообще ничего взять если есть банан или хлеб все ты кого мог ну во-первых там либо штрафно где-то делать предупреждение типа я там извини забыл но в целом и к предупреждаю это бы иммиграционную карточку заполняешь ознакомлен да да но это же нельзя ничего туда ввозить каких-то редких вещей там не знаю там все что эти там есть это кожаные изделия еще что тоже надо ну два раза подумать брать с собой или не брать поэтому они еду да нельзя там ничего такого заводить он довольно в этом плане строго ты конец снимал там ребят да я снимал хомуту и жил кого при семье то есть австралийской семье как бы жил ага ну здорово я увидел посмотрел на их не будет как они живут я пока рад и здорово большие машины на принципе нормальные машины шансы по трех с половиной литров нормальная да типа это вот обыкновенная какая-то будет три с половиной литра типа сейчас велосипеда а вот три с половиной литра это типа я не знаю в чем строить это как вот простая просто машина а там 456 всем от нормально наши машины которые паркуются на 23 парковочных места такие разу тоже это вообще нормально вот очень здорово что мне там еще понравилось там реально там реально все впереди в плане того что ты даже к там учишься ты изучаешь и про китай и про японию это потому что эти страны одни из самых их них важных торговых партнеров вот и многие машины на пердом если мы в европе ездим в германию но большинство за машины хорошие и неначные они допустим они импортируют машины японии а вот так правда это уж не только машины там водилоснов импортируют их тоже вот везут там в австралию но вот их там покупают конечно тоже есть местные машины насколько помню там не opel а vauxhall называется а вот так вот на месте до них производят делают и на этом до ездят конечно там даже когда это был там только появился режим 3g опять же ты если вы выехал немного за город у тебя должен быть мобильный оператор телстро государственная такая контора и на машине ты крепишь дополнительную антенну чтобы усложить сигнал в некоторые места там заповедника разрешено въезд только если у тебя машина четырехприводные вот так даже да да если у тебя период и резак то неважно потому что не допускаются а потому что катится может да 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 выезжаешь за там за пределы города штата нас собой всегда конечно брать канистры пусть там мало где есть там до заправка или чужину да да ты берешь с собой там 20-30 литров минимум чтобы тебя было воды топить его это опушилом разное может там случиться это в принципе австралии всегда на чеку там и основе страны и здорово весело интересно красиво тепло реально тепло всегда безопасно нет такое решение типа как в америке то что каждый то может купить оружие еще что-то в австралии это помимо туда куда мы идем вот то в этом плане безопасно но в плане вот животных там есть насколько помню сейчас есть ворона а есть примерно как ворона но по-другому называются как же в общем ты идешь а им тебя нападают в рамку и в голову и душе с мектора прям до клипром могут там глаза там кто-то выходит там еще что-то ты ездишь на велосипеде обязательно в каске и еще бах у тебя прям удар в голову идет конкретный прям такой не просто а про конкретную что это душно то там мячик ну еще что то нет ну как-то было вот летает это вот ворона только товаром томат чуть поменьше такая и прямо тебя нападает активно вот так и что дали обратно в школу пусть это здесь так вы сказки не знаю там я ну там да там лучше сказки именно из-за этих случаях это выберут уже это был harvey bay севернее брисбен и вот но это принципе там везде пусть там весь народ живет вот и дрежжи вообще там очень сильно агрессивная среда морская там купаться акулы да ты выходишь на пляж у тебя принципе огражденная линия 100 метров и флажки проставлены в море тоже там желтые или красные и вот в этой 100 метровой зоне которая там сетка как бы в воде но ты можешь купаться в этом плане среду конечно да там когда большинство народа там любят готовить сами сами да да сами готовят это считается нормально даже как мужчины или женщины или вместе они готовят от нормально готовят здорово разбираются в еде очень толковые реальные люди но по сравнению с другими народами у них нет рассказать нету наверно выпендрёжа меньше они более ближе к земле лучше не знаю что ну опасно ну реально тоже тебя в целом и всегда уважают допустим если ты приехал или ты опоздал слава богу вашу ты доехал это уже хорошо пусть она вот это может не доехать допустим или еще что-то это нормально даком считается в германии ты должен быть очень пунктуально допустим если в четыре часа еще должен быть самое позднее 4 а лучше за 10 до 4 там или за пять минут вот тогда ты приехал конечно но если бы что постоянно делать они тоже поймут что это не нормально но если вдруг что они войдут ситуацию помет руки там опоздал на полчаса ничего страшного что доехал цел не вредим ничего не случилось как высокие очень на многих машинах популярно расположены кенгурятники спереди машин это решить от бампер на устанавливают такой из металла потому что это есть по трассе я могу выпрыгнуть допустим кенгуру и ты можешь разбить да собственно ты повредишь двигатель и оставишься где-то в неизвестности а вот так вот как бы кенгуру ушло и ты можешь уйти вот потом допустим что полицейские с собой обязательно возят в машине ну минимум два и больше литра кока-колы потому что допустим случается какой-то дтп и животное какое-то сбили на дороге они приезжают это все дело убирают аккуратно и всю эту там остается кровь на дороге не заливает кока-колы и кока-колы всю эту кровь с дороги как бы да вот есть такая штука это у нас на уроке не рассказывали и показывали да да вот что еще здорово не понравился строю австралии первым одну из первых то что когда нам показали что мы делали на учебе это мы сначала посмотрели фильм на телевизоре отрыть это 30-40 минут про дискриминацию расовую сегрегацию еще что даже неважно откуда ты какого-то цвета как ты выглядишь как ты говоришь не говоришь не важно ты должен носиться ко всем с уважением ну ладно нормально нет такого что мы все там одна раса лучше или хуже нет такого то бишь в этом плане отношения было сразу поставили хорошего да лояльно и адекватно я скажу что это современность такая как и должно быть принципе сейчас и дальше в целом вот поэтому там очень было много конечно смешения в плане там люди были народ из азии и стран латинской америки и северной америки из европы кто-то был из африки тоже народ многое был все рядом да 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 там все вместе там очень популярно бывало что-то австралийцы переезут перво африку ну там южно-африку переработать на месяц вахтами потом обратно ездит в австралию да 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 ну в южную нужно африку тазинки под юар да да юар либо но это месторождение каких-то там их элементов либо еще что-то собственно вот интересно смотрю тут вот как мы пришли красота служит это вот как бы мини-пляж не пляж вот тут вижу вот смотри волейбольная площадка с песком тут летом из домик открывается может что-то купить поесть купить тут собственно вот парковка есть если что может как бы сюда встать а здесь даже когда крыш ты нам не прям туда на углу а как бы сюда вот так просто ставишь тоже нормально это на всякий кабину пора и что сейчас будем двигаться назад что там дальше посмотрели тут вот есть всякие снаряды то что может там заниматься спортом . здесь она ночью их шумно потому что машины ездят да да тут машинкам то дело что я чего-нибудь они будут народа мало ну это может проедет нам пару машин там ну что раз приехать ночевать да получается по идее да да то что я смотрел то что это вычитал ну ну что это стоит далеко ушли-то да да мы нормальных пошли да если одно не начинается да не в дании многие люди не просто заказывать через интернет он приходит домой а вот чтобы не ходить до в магазин там лишний раз там наставки с другими людьми не стоять в очереди там еще что-то ты все оформил у тебя пришла копия квитанции еще что на e-mail у тебя всегда есть документы еще ну показатели подтвердить что-то заказывать как чего так далее круто конечно опять же как заказывать через интернет у тебя есть ты можешь возрастить товар течение там все помню обычно это две недели не понравился возвратил обратно все вернули деньги нормально а если пока что в магазине и скажет но все вот и сегодня взял открыл уже не можешь в этом паника бы стимулируется онлайн продажа что есть это возможность слушать это не надо что-то жить уже это гудание где чем другие страны есть в китае понятно в дима еще пока не слышно будет где-то ну я сколько я знаю в англии уже уже даже там да и и другие он уже включает уже есть там насколько формы тарифы но сады за сейчас в принципе там только линейка samsung galaxy s20 есть 5g отдельные которые модели года не поддерживают да ну когда на то рассмотреть что по тарифам там будет пушить отжилка же он просто молниеносно быстро выгрузил загрузил вообще получается на очень дорогой будет или нет где-то дорогой где-то просто доплачиваешь какую-то там сумму там замуж 10 евро в месяц выше больше за него да да и все у тебя доступен 5g ты может быть и загрузить выгрузить но как бы дико быстро ну опять же он быстро когда один стоишь ну что-то делаешь пусть она быть реально вот видимостью вот матч состоит также ты должен быть здесь а у 4g ты допустим снишь на автодоне он ловит нормально все-таки автодон там стекла как бы в целом он может быть не таким быстрому то что должен в принципе то есть минус в открытой видимости стоять пока еще не раскидали везде да ну еще нет нет большие города да есть тут точно есть уже одна в копенгагене есть вот так но есть опять же она делится это на пользователь там скорость большая к это один а там стоит по 10 человек на нем что-то делает а уже как бы делится там уже получается чуть-чуть да ну слушай круто конечно как вообще у тебя ощущение вот по сравнению здания австралия смотрел сейчас моргает лучше двое самая полоса да да не австралия суши на австралии это впереди я вижу скажу что шахту в австралии когда-то приехал ты приходишь магазин купил продуктов еще что да вот стоит касса у кассира и до против тебя два цветных экрана ты видишь что ты купил сколько это стоит такая цена например за килограмм этого дабы все видно плюс этот кассир когда берет товар пробивает он сразу кладет в упаковку ну мешок а вот это все сортирует также допустим там но химические элементы отдельно там свежие там продукты отдельно все ты потом подходишь расплачиваешься а тебя дает кульки все это берешь там такого что ты потом стоишь где надо все это клава там положить вы сложили да еще что такого нет а просто заплатил взял ушел все идея и все работает все счастливы вот так типа такая система в америке тоже америке в том что большим порциями таким все огромными молоко там пола по 2 литра тоже помню такой магазин walmart да 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 а где еще подбылов где еще путешествовал так жил на принципе всю европу везду в таланде был раз таланде а что устроили остался жить можно приехал обратно сюда здесь надо было ну как бы там я когда было по обмену нельзя было остаться а я-то не планировал подачу было как бы лет не так много как бы уже был независимый но на 2 как думал хотел вернуться обратно тогда еще рано получить высшее образование полностью это была только часть часть я была по обмену ну-ка бы обратно тут и закончена конечно как приезжаешь обратно европу думаешь ну да слушай где-то где-то постоянно солнце вот движение ну конечно звуков все равно когда солнце и хороший климат сухой чувствую себя намного лучше а вот граждану но тут угроза тебя не набегал до совершенствующих но 60 там не было там ну типа 30 там стабильно было а кстати вот человек про австралию я приехал тогда был июль месяц прилетел и первые дни я стал на мобильник будильник что проснуться с утра у меня поставил вечер заведил сто процентов батарея все четко он телефон новый судей а 800 и буквально в том году купил все с камерой все дела 3g 1 плюс плюже ну рассвет а ничего не звонит ну как-то странно что это так беру мобильный телефон смотрю батарея 0 ну потому что в австралии когда у нас лето там зима она зима там лето уже солнце да и ночью пушу дома не так сильно утеплены а холодно там реально холодно я первый там пока стим читали не стало теплее и теплее я реально там спал буквально там штаны вокруг сверху спортивные штаны двери на носков до внутри под одеялом в квартире закрытыми окна всеми делами отопление да ну принципе отсутствует есть кондиционеры которые ставят каждой комнате когда жара и немножко попапливать такого вот это показалось было по нас обучение там биология больше что то что мы сидели на кампусе в помещении и температуры было поле плюс 16 или плюс 17 у нас к слушай но из-за холода типа но не будем проводить занятия там что-то привели с камера слушаю реально холодно ну все холодно для отопления учителя нет такого там принципе его нет да причина отсутствует не то что у нас находится там жкх там типа включил отопление трубы там нету вот как бы такого дом есть а труб с отоплением нету интересно вот но сам случае тогда на тот момент вы народ когда так привык не пользуется но первое место тоже было очень-очень прохладненько да интересно конечно вот это ай c4 поезд и более новый более новый а получается сейчас едешь если в сторону копенганин здесь на полуостров заезжаешь еще здесь бесплатный мост там созидать что дороже да потому что послала островая часть ценники на еду вообще даже на там в дизеле привет а вообще на какие-то вещи в этом плане что нравится в дании неважно где-то сильно там находишься север-юг центр цена не будет сильно варьироваться такого что типа если пуша тут как бы с минус все равны как эти вывод тут коэффициент джинни он минимальный то бишь они сами же цене кто зарабатывает много и мало он ну самый такой север-юм максимального разница большая уравновесить чем там не было скажем олигархов и нищих ну во-первых изначально они к этому делал в принципе относятся негативно а если селега я бы вообще даже раньше к вам ты успешно там красиво слишком умный там не высовывайся вот так вот да да не умничайте по да будь как все поспокойнее да да это в принципе это вот так у них заложено чуть детского садика сейчас конечно осталось от поменьше сиди с глобализации но в целом это вот есть такое да поэтому многие люди например то родился здесь жил многие мигрируют за границу те же самые датчане почему что там граждан конечно приезжаешь в америку там тебя нету ограничения захочешь только зарабатываешь да ты типа ты успешный ты молодец у тебя все получается ты здорово классно живешь там все у тебя ну лайк респект только вперед это жизненная позиция все здорово а то что там тут там завидуют а не знаю за некий туда мыслями что-то сделать ну это вот как-то не о том поэтому много даже в америку приезжающий в австралию там прям булевар допустим андерсон или кристенсен стрит а это да 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 там очень много это очень много иммигрантов сам это и потому что здесь получается у них потолок да а там можно развеется в плане денег да будет только бы зарабатываешь там выше там выше ступи почти 60 процентов налогов ты даешь налоги ну и как народ как бы сидит до люди типа здесь хороший спорк-лайф-баланс уже ты знаешь что из ну ты можешь работать много не получишь поэтому ты думаешь ну слушай а чё я там буду там но работа слишком много уже стать чуть меньше ну и кабыну в балансе не урабатывался вот в этом плане зачем тебе там 10 часов в день работать лучше вот 786 и остаться живым нормальным ты еще что-то может сделать креативить что-то делать получать насаждение жизни тут же при тут присутствует обеихватность и в школах вообще в целом все образование выстроена так что у тебя должна быть критическая точка зрения должен воспринимать как бы все вот как вот есть написано на заборе что-то начал это факт что тут учат не сказать исключение да 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 ты должен создавать и так и так с одной стороны с другой стороны как бы думать но это не во всех странах я знаю но тут это это реально здорово хорошо есть как бы фара каких-то я одних и вторых там сторон но в целом народ как бы думают решает так или так и то что хорошо здание тут например если в германии там немцы в основном считаем цен в цент там больше меньше дешевле чего здание не здание более расслабленный подход и знаешь окей там будет дешевле там еще проехать там 100 километров что-то не окупится потому что амортизация там на машину топлива время еще что ну лучше купить здесь чуть дороже чем потратить полдня на 5 типа дешевле да вот в этом плане вы плюс она они ценят высыхать но качество жизни есть там где-то в германии условия там кто-то батареи специально не включает чтоб сэкономить 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 по шпарам 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 дать выполню куда если ты включаешь каш есть люди которые не включают то что экономит но что ты включаешь вот уже дальние ты все подключен на кирог дому электричество вода или отопление неважно используешь ты не используешь абонентская оплата в месяц она сама типа будет там 50 евро минимуме до до 50-го за электричество ты будешь умеешь лампочек дома нету даже телефон не подключал все 50 евро если будешь смотреть дальше на 63 58 там фейн сюда до этого народ как бы живет еще полтенек то в любом это даже да ну в принципе да там не конечно это может меньше там лёжка таре можете вам будет 30-40 очень так по-разному абонентская оплата до антока высокая потому что она вода ты можете потом 10 литров налить она что литров налить но более скопать сама там будете потом 30 евро есть как не крути поэтому ну круто конечно интересно такие спинку я вспотела но хорошо прошлись нормально да это тоже новая парковка сделали написано что тут типа ким по правилам но что чего пока неизвестно пройдем дальше что обратно будем возвращаться паша что вообще здесь посмотреть можно как вот такие вот такой не туристическое здание что потому что не такая не очень известная ну вот только сейчас во время к вида не сильно много чё посмотришь можем пройти вдоль этого здания и отходишь контакт может против сары тут ну тут что есть тут недалеко отсюда есть зоопарку от визжаешь на машине зах у тебя ходят жирафы слоны львы и машине даже ты на машине въезжаешь вот они рядом с тобой ты едешь поспустил по дороге специальные типа да 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 вот есть такой эффект да получается потом каши есть лига лент ну для детей это вообще типа здорово даже если взрослый придешь ты видишь это стоит такая машина она особенно реально из манки все прямо реально сделано сколько больше да 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 там даже и больше есть там чуть ли там не здание сделано с такого поэтому да что ты чего такого посмотреть ну пока традиционов есть типа тиволи на что-то горки всякие там экстрим туда сюда что еще такого посмотреть ну конечно объекты национального кого-то там достояние в плане там ну природы там на север дании сетей там будет два моря которые вместе сходятся в город другого места такого даже и не знаю не видел нигде где-то есть поэтому среди на море там какие-то разные тоже моря вместе толку на крите сходится прям так что типа волна в волну слева найдет и справа волна естественно и как его весь день с утками и там еще может купаться вон даже уж лет на вообще здорово то можешь приехать на кемпере прямо стать и жить классно так и 4g у тебя есть 4g ну да живешь купаешься туалет есть все чисто цивильно приходят убирают это кемпинг получается не допрос даже на партнер просто на парковке даже не это конечно без какие-то кемпинские места да ну даже так вот потом есть большой остров называется рэм где-то может трудно проезжал не приезжал там-то сбоку вот максимально западная часть до них слева там остров заезжаешь он в песчаный ты божь на машине там ездить там кому дроны выпускать ты принципе ты к воде приезжаешь на машине вот сюда приехал а тут море ну да классно да и купаешься там очень много немцев приезжают тоже есть тостов рядом они туда приезжают паром ходит но и да можно машина доехать как будто здорово шикарно много мест получается здесь но если так подумать как бы ну что то есть но не так много плюс говорю в к видное время и в зимний сезон большинство несколько закрывается тут лет летом июль на 1 самый такой оптимальный месяц чтобы посетить данью июль август вот так тепло и здорово и погода более-менее стабильная но без осадков самое важное слушай вот налоги на машину получается здесь таких достаточно высокий тот тема машин есть нет сейчас нет раньше было да здесь да 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 и почему продал пропуша переехал за границу на работа в связи с нервностью думаю ну зачем ты скажешь на то чуть за городом машина обязательно к ты живешь что в центре города но сильнее необходимости или так здесь 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 новая там и к бы ходили вообще здесь техосмотр два года здесь здесь да если новая машина он сначала по через три через четыре года годовой налог на машину идет каждые полгода а вот так вот здесь да страховки дорогие если нету там опыта безаварийного езды первые там три года ты можешь документально доказать это это вот ну как бы так не ну просто тут вещь такая либо на у тебя есть ты кто-то едешь и у тебя очень членов и очень понимаешь физически расстояние да это не можешь как бы ну никак покрыть хочет ли ты не хочешь физически не может не сможет добраться с точки а в точку бы если нет машины все кроме копенгаген здесь да вот так поэтому в этом плане но надо смотреть ну плюс климат такой зимой много соли на дорогах машина тоже там коррозия там все это остальное да есть уже сделают снизу да это как машина интер здания это не значит машина пример из германии в германии допустим середине там не было воды там нету соли или из голландии первых там соль тоже она была в сухом климате теплом допустим в испании где-нибудь собственно и нержавая там если остальное намного лучше все компоненты работают вот но это вот вид с другой стороны тоже сделали новый то буквально вот в этом прошлом году но это да тут уже под постройки вот попроще тоже подешевле забудьте рада дату подешевле ну вот в принципе тут а что надо тут него что пришел и снял в объявлении тут и записываешься в очередь какую-то типа там у организацию они ты должен стоять в очередь допустим кто-то стоит будет кто-то 2 кто-то там 5 что-ка телево и уже по аренду до снять понимаешь так судьба вы здесь а почему до видишь пульса новости пожелающих либо черта не вот ты почти по взнос в год течение 15 15-30 евро по разному смотря где и вот ты заходишь в интернет сможешь на каком-то месте потом ты на первую на каком-то 10 месте я посадка и предложение это вы видите ли вы его туда ехать туда или туда вот и выбираешь да и такие деньги ты еще плачет потому что столько мало жилья что для дай жилья мало поэтому тоже вот стройка почему сейчас нового активно развивается потому что вот народ строится новые квадратные метры собственно жилье и вообще в целом плюс это стабильно там банк дает по что-то он видит что это вот квартира физическое что-то все еще что они как бы сюда это могут продать и реализовать как допустим в дании народ всегда либо 1 либо 15 часа ты въезжаешь и съезжаешь 1 числа и 15 всегда сам большое движение в дании трейлеры снимают машины там вообще движение в городе народ может там мебель еще кто-то так любого числа переехать до оба еще нет внутри к же договариваешься то можно приехать двадцать седьмого там или 28 уже точно все уже уплатил все уже есть да это да ну в копенгане в три городах тоже будет такой ты ставишь квартиру на чтобы ее сдать летят типа целая очередь я приходил до 30 человек стояла впереди да и вот приходит смотрит туда сюда и пишет на бумаге типа хочу или не хочу буду или не буду снимать все потом уже арендодатель смотрит этому сдать или этом а это типа да типа где он там работает какая у них там зарплата в месяц такое тоже езда снимает он на долгий срок с детьми без детей с животными без животных на это тоже как бы смотрят очень кучу нюансы здесь получается да блин страна маленькая а столько вот этих разных вот нюансов это уже здесь тут есть жире не хватает людям да да и сейчас думаю хватает принципе всем просто кто-то кто-то покупает свой помню там три-четыре года ты не может больше пустили многие иностранные инвест компании чтобы они могли инвестировать в доску недвижимость раньше было типа строго типа живешь да не только ты можешь купить могут иностранные там какие-то капиталы там венчурные счеты или американцы купить там целое здание там это дело разрешили ну и собственно вот поэтому все это и началось тоже получается осталось купать очень много да 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 мы даже там в каких-то городах там где вот новое это все вода целый дом там именно купить на срок он называется доходный дом строить целый дом потом его сдают и получается этого доходный дом и целый дом вот вот эти раньше такого в принципе не было такое вложение хорошие получается свои деньги построить так ну не это говорит это такие венчурные кита большие фонды с миллиардами оборотами играть вот нам нас поручили создание дайте покрыть на все построить материалы сюда рабочие силы что же все не просто дорого и долго плюс это ответственность большая кому-то да и чтобы это все построить получить всякие разрешения на постройку на модернизацию как района таких целых строится главным чел результат какой делают строят интересно как здесь вообще в компенгаген город например там как-то русскоговорящий все-таки больше я думаю там больше да ну конечно суеты больше тут стоишь на светофоре тяна привык направо справа велодорожка ты стоишь моргаешь направо загорелся зеленый ты как бы должен ну ты чё проехал хочешь пить направо а у тебя такая велодорожка в две полосы и тут едут велосипедисты куча да а их куча у тебя как раз и загорелся а еще не проехал они еще едут и ты как бы едешь поэтому такая бы там ну заехал на зеленого завершить маневр хорошо не так много камеры пусть в англии там на каждой перекрестке камера на красный свет там на все эти вот такие вещи да не так много ну тоже надо смотреть на свои там метафорированные машины там всякие против раньше как бы не было часто тоже больше по появляться да видно папа и близкую маячкам которые стоят по контуру машины и вообще в целом но как бы тогда ты как бы в китрове неудобнее всего либо прилегаться на самокате где-то запарковаться дадет на парковке либо пешком либо на честном транспорте либо на велосипеде в этом плане доллар там есть и метро открыли кольцевую в этом году в прошлом в общем модернизировали долго строили открыли там метро есть но хотя электричка и поезда и автобусы и такси и велосипеды и пешком можно тебя всегда есть какой-то выбор достали же в любой точке ты знаешь ты можешь на том на том лентом добраться наши единоразовый тебя билет стоит дорого но кто она работает ну да тут пока бы условно там не успел на автобус 7 часов вечера и все свечи автобус на следующий день 8 утра или так себе рида ну да такси это просто там нет нереальные деньги просто бешеные космические супер принцу я походу сесть такси стоит 10 евро а то есть даже просто это вот сел в такси уже 10 евро да а почему-то уже этого 10 по стартовый тариф от каждому связи с к видом кабину помилу сделали меньше например около 10 можете постоит там ну шесть-пять-пять просто ты садишься в такси ты еще даже не тронулся с места это вот стартовый начинается с али суммы если отпустили там за границей ты до этой суммы еще доезжаешь он начинает жрать и продает ами вот и просто сел и типа вот погнал и конечно может уже поменялось тоже но там такси такие но довольно много да ну не дешевле чем голландии думаю не дешевле чем в германии точно ну да тут такие цены хороших поэтому народу это много раз думает вообще ехать ли или не ехать и если уже приехал просто приехал это здорово что вообще добрался иммигрировать ваша какую-то часть и квартиру скала там месяц дать там комнату еще чего-то участие заранее доверяешь что приехать уже приехала жёшь хвост или месяц это заранее до списываешься буду хорошо что в здании много что можно сделать но электронно он созванивался через интернет и звонился а а а и а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok